О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске «Новостей губернии». Церемония передачи муниципалитетам новых автобусов прошла под председательством Владимира Путина в формате видеоконференц-связи. Нижегородские добровольцы отправились на службу по контракту. Известный паралимпийц Республики Беларусь Алексей Талай посетил Нижний Новгород. Подробности далее. От четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Обновление пассажирского транспорта стало главной темой видеоконференции под председательством президента России Владимира Путина. Глава государства обозначил основные задачи в этой сфере, среди которых формирование удобных маршрутов, внедрение цифровых сервисов, повышение скорости и комфортности поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный. В нашей стране только автобусами, троллейбусами и трамваями каждый год в общей сложности перевозится свыше 10 миллиардов человек. И безусловно необходимо комплексно улучшать систему таких перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах. В ходе видеоконференц-связи прошла церемония вручения автобусов муниципалитетам, в которой принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня мы находимся на одном из самых крупных предприятий нашей страны, которые производят автобусы, это Павловский автобусный завод. На него легла основная производственная нагрузка при исполнении вашего поручения о реализации программы обновления подвижного состава за счет средств специальных казначейских кредитов. Тысяча автобусов в рамках этой программы отправляются в пассажирские парки практически всех регионов нашей страны, именно отсюда, из Нижегородской области. Как отметил Глеб Никитин, около 65% поставок обеспечат Павловские автобусные и Горьковские автомобильные заводы. Мы, Нижегородская область, собственно, в рамках программы закупаем для региона 306 новых автобусов. При этом целенаправленно поставляем технику не в областной центр по этой программе, а для обслуживания маршрутов в малых городах и на сельских территориях, как вы и обращали внимание, Владимир Владимирович. Эти населенные пункты тоже нужно поддерживать обновлением, причем, наверное, в первую очередь, потому что здесь самый высокий износ подвижного состава, в среднем более 85%. Первую партию автобусов уже передали для работы на востребованных маршрутах. В Богородском муниципальном округе с 21 ноября работают 12 новых автобусов. В Городецком – 14, в Арзамасе – 11 и в городе Бор – 10. Уже до конца ноября Павловский автобусный завод передаст региону в общей сложности еще 80 автобусов. Всего планируется обновить 10% автобусного парка. Стоит отметить, что в области развиваются и другие виды пассажирского транспорта. В рамках другой большой программы по модернизации городского электротранспорта мы закупаем новые трамваи и электробусы. Причем этот подвижной состав в том числе производим сами в этом же Павловском районе, в городе Ворсма. В прошлом году там было создано совместное российско-белорусское предприятие «Нижека Транс», которое до 26 года поставит 170 трамваев. Мы назвали их «Минин» с учетом нашего совместного с белорусами проекта. Всего в ходе церемонии технику для обновления общественного транспорта передали 12 российским регионам. Мероприятие стало важным шагом к повышению транспортной доступности территории нашей страны. Служба информации Сергей Щеплягин, Татьяна Неделя. Нижегородские добровольцы отправляются на службу по контракту. Сначала они пройдут боевое слаживание, затем отправятся в зону СВО. Перед отъездом из пункта отбора для военнослужащих совершили молебен. Добровольцев благословил православный священник и подарил каждому пояс с текстом 90-го псалма. Верующие считают его мощной молитвой, призванной защищать людей в особо опасных ситуациях. Перед отправкой добровольцы рассказали, где будут нести службу и почему приняли решение отправиться в зону специальной военной операции. По образованию сварщика. Душа призвала идти туда. Там ребят очень много наших. Воюют. А что думают? Ну и думаю, пригожусь. И там я. Мотострелковые войска, где я раньше служил. Вот туда и пойду. Второй день пребывания известного спикера-мотиватора, общественного деятеля, паралимпийца Алексея Талаев в Нижнем Новгороде вновь наполнен встречами. На площадке Дома народного единства разговор со студентами ведущего вуза региона о важном. Как идти вперед, несмотря на преграды и трудности, добиваться успеха и при этом оставаться простым человеком. Всем этим наполнена жизнь Алексея Талая. Ему пришлось пройти многое, но он продолжает идти дальше. Готов в этом мотивировать и направлять других. Впечатлила его настолько патриотичная позиция для жителей Беларуси по отношению к России, которую среди русских, к сожалению, не всегда можно встретить. Так что мне его выступление крайне импонирует. Это и трогательно, это и очень глубоко проникает, мне кажется. Алексей – это вообще удивительный человек с удивительной судьбой, еще и с удивительным умением донести главные смыслы. В свою очередь Алексей Талай отметил собравшуюся аудиторию. Это очень думающие люди, очень наполненные смыслом глазами. И это отрадно. Они – будущее нашего союзного государства, России и Беларуси. Они думают, они анализируют, они стремятся, они изучают, они хотят быть лучше, они хотят добиться успехов и работать на успех своего региона и страны в целом. Встреча с нижегородскими спортсменами-паралимпийцами проходит уже Фоки Мещерский. Алексей Талай делится своими достижениями. Сказать ей что? Он многократный чемпион по плаванию, за плечами и черный пояс по карате. Главной темой становится и отстранение наших спортсменов от международных соревнований. Это касается России и Беларуси. Но и в этом, пусть и крайнем положении, есть выход. Мы радуемся тому, что Россия объявила о том, что в следующем году будут проведены достаточно серьезные спортивные мероприятия здесь. И мир в целом с надеждой смотрит на наши интеграционные процессы. Уже в ближайшее время Алексей Талай вновь может посетить Нижний Новгород. О новых встречах с гостем из Беларуси договорился председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Он приедет к нам минимум на неделю. И мы организуем огромное количество встреч в различных аудиториях, коллективах. Желающих посетить такие встречи явно будет много. По словам спикера регионального парламента, в таких встречах нуждаются люди с ограниченными возможностями здоровья, паралимпийцы, воины, молодежь, да и взрослым людям это очень полезно. Служба информации Сергей Щеплягин, Алексей Завылов. С рождения увидим, что были в ближайшие волосы и можно было бы в настоящем встрече особую косичку. Виктория Горшкова – самая юная участница финала конкурса «Коса России. Краса 2023». В свои четыре года она уверенно дефилирует в русском народном костюме. И, конечно же, с великолепной косой. Эту косичку мне забила мама. Мне нравится эта косичка. А вот Светлана Мазанкова, наоборот, самая старшая участница. Ей 63 года. В своем творческом номере, а это была вторая задача конкурса после дефиле, Светлана рассказывала про формулу счастья. И по ее словам, счастье – это плести девочкам косы, играть с ними в куклы, петь колыбельные. Ведь Светлана – мама четырех детей, бабушка – семи внуков. А само выступление прошло в интерактивном формате. Моя коса сейчас две косы. Поскольку это женская прическа, она сейчас по войничкам. Ее не видно. Потому что я соблюдаю русскую традицию. Женщина не должна показывать свои волосы и опростоволоситься. То есть оказаться без головного убора. Коса на Руси всегда считалась символом красоты и женственности. Это была не просто прическа, а настоящая рассказ о хозяйке. Например, если девушка носила одну косу, то она, как бы сейчас сказали, была в активном поиске. Также с косой связаны священные ритуалы. Она была олицетворением женской чести. Все 16 финалистов конкурса демонстрировали не только пышную косу, но и образ костюма с творческим номером. Содержание, выразительность, оригинальность и креативный подход – вот что учитывали члены жюри. Уникальность этого конкурса в том, что такого конкурса просто никто никогда не делал. И наша организация, региональная общественная организация «Нижегородский совет женщин», мы придумали этот конкурс, мы его организовываем. И когда мы прошлый год провели его впервые, мы поняли, что он пользуется очень большой популярностью. Все девочки, девушки и женщины соревновались в двух номинациях. Я – представитель своего народа и семейная традиция. В каждой по победителю. А вот в планах у организаторов расширить число участниц и географию проекта на весь Приволжский федеральный округ. Служба информации Юлия Чернова, Максим Веселов. Служба информации Юлия Чернова, Максим Веселов.